Всем привет! Продолжаем нашу рубрику «Отдыхаем дома». Сегодня мы в Москве, в Северный речной вокзал. Знаете, раньше во всех фильмах начинались так, по заказу гостели, радио. Так вот, наш ролик любительский, больше семейный, но я не могу не отметить человека, который ускорил наше посещение этого места. Мой непосредственный руководитель Оксана. Вот, что хотим рассказать. Когда-то, давным-давно, на этом месте была речушка Хинка. На старославянском переводе она дословно означала маленькая, незначительная, но пришло время. Построили плотину, раскопали огромное химкинское водохранилище, построили канал имени Москвы, соединились с большой водой, с Волгой. Может быть, в обратном порядке, я не знаю. А в 1937 году построили здание Северного речного вокзала. Само здание, вокзал, он напоминает такой корабль большой. По сторонам можно подняться на второй, третий этаж. Здесь есть смотровые площадки, открываются шикарные виды и на водохранилище, и на парковую зону. Ну и на само здание можно полюбоваться. Центральный вход украшен, как мы читали, как это было раньше, фарфорами, такими блюдцами. Ну как блюдцами? В мой рост, наверное. Так центральный шпиль украшает красивая очень звезда, с серпом и молотом, позолоченная, конечно. И есть четыре знаковых фигуры по четырем сторонам света. Тоже тщательно восстанавливали, у кого-то там отлетели руки, у кого-то оружие. Но сейчас они стоят как новенькие и смотрят по сторонам и охраняют центральную башню вокзала. Заходя внутрь, обязательно нужно одеть маску. Там мы увидели санитайзеры, обязательно атрибут нашей осени и этого года, собственно говоря. Есть замечательный ресторанчик с таким старым знаковым названием «Волга-Волга». И мне показалось с таким советским меню. Но правда ценник недешево, ценник сегодняшний. Перед вокзалом вымыстили огромную площадь с фонтанчиками. Сегодня даже какой-то там прям геройский чувак при температуре 7 градусов поет уже больше часа. И заставляет двигаться живенько так. Еще масса закусочных, кафешек со старыми названиями, там типа «Дружба» советскими. А есть такие смешные «Шаурма хочу». Вообще-то я уже тоже хочу шаурму, может перекусим, сходим. А еще много клумб, которые, видимо, по весне будут вообще шикарно выглядеть. Обязательно вернемся здесь. И плюс парковки организованы и внутри парки, и вдоль Ленинградского шоссе. Поэтому на машине можно смело приезжать. Главное найти место под солнцем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok